Здравствуйте! Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла об истории Средних веков, пятый сезон, в котором мы говорим о истории Византийской империи. Прошлый выпуск мы закончили на том, как империца Ивина слепила и не сложила собственного сына Константина IV и сама стала императором. Прежде чем перейти к изложению дальнейших событий, я хочу напомнить, продолжается уже больше года активная паза войны. Война длится с 2014 года, а с февраля 2022 идет полномасштабное отторжение с использованием ракетной техники, авиации, артиллерии. Многие миллионы людей в Украине подкинули свои дома. В том числе и я нахожусь в более безопасном месте, немножко дальше от линии фронта. Но, тем не менее, ситуация достаточно сложная и если у вас есть желание и возможность поддержать этот проект, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Патрон. Патрон.комкасай.кхл.ов Подписывайтесь на мой канал в YouTube в Алкохло. Становитесь мемберами, если есть такая возможность. Есть некоторые преимущества, например, видео до премьерного просмотра без рекламы. Ну, в общем, все это вы можете сделать для того, чтобы поддержать мою работу. Ну, а мы переходим к этому выпуску. Собственно, Ирина стала именно императором. Я не оговорился, потому что до 797 года она была императрицей, женой императора, матерью императора. А после того, как она ослепила и не сложила собственного сына, она стала именно императором. Она так и писала. В Азелевсе автократор, то есть император и самодержец. То есть, собственно, правитель империи. Но, как и при рекенстве ее в правление сына, она продолжала опираться на своих таких ставленников, на своих фаворитов, Евнухов. Ну, о первом из них мы уже говорили. В прошлый раз его звали Ставракий. Он умер после его смерти. Она выбрала себе другого вот такого фаворита, другого Евнуха, Аэция. А у него был брат. И Аэция, вроде бы, собирался Ирину отстранить и посадить брата на трон. Но за силием Евнухов была недовольна другая партия придворная. Это служила аристократия. Знать, в первую очередь, стратегии ФЕМ в Малой Азии. И вот в октябре 802 года они организовали переворот, в результате которого едино было свергнуто. И на трон сел Никифор I. Кстати, говоря по-гречески, по-моему, Никифор. С вот таким ударением. Но мы привыкли говорить Никифор. Окей. До воцарения он был главным логофетом, то есть заведовал финансом и канцелярией императора. Говоря о личности Никифора, ну, следует отметить такой вот парадокс. Он пришел к власти благодаря служилой знатенному, то есть военной. Сам он был человеком сугубо гражданским. И вот Успенский довольно высоко оценивает его заслуги как администратора. Считаю, что Никифор I в целом справился со сложными задачами, которые накопились в империи за годы правления Ивина. Хотя хронист Феа Фан писал о нем плохо. Сравнивая проводимые императором реформы, меры по финансовой, по фискальной стабилизации с десятью казнями египетскими. У него там прямо так вот и сравнивается, что вот это такая-то казнь, это такая-то казнь. Но вот Успенский детально анализирует то, что Никифор проводил и делает такой вывод, процитирует. Как ни темны краски, наложенные на Никифора современным ему летописцам, все же можно легко видеть, что это был человек большого практического ума, который правильно определил самые слабые места государственного управления и пытался уворочевать их по мере своего умения. Так как главным образом дело шло о правильном распределении государственных повинностей и податей, и так как в этом отношении император был суров, не давая пощады ни лицам, ни учреждения, то понятно, что его финансовая система встретила большое неудовольствие среди современного общества и оставила весьма недобрую о нем память. Вторым сложным вопросом, который Никифор I стремился урегулировать, был вопрос отношения с Карлом Великим, который был коронован в Риме императором, это было в 1800 году. В Византии это, конечно, не признали, считали узурпацией. Карл со своей стороны считал, что Ирина не могла занимать императорский престол, престол был вакантен, он полноправный римский император, и армия-то у него помощнее византийской. Хотя у Византии флот сильнее. И вот ареной противоборства становится Италия, ну вернее, не совсем Италия, это самый ее северо-восток, это Венеция, но и прилегающие области Истрия и Далмация, это скорее уже Югославия. То есть вот Адриатика. Корону Италии Карл дал своему сыну, второму сыну Пипину. Мы, кстати говоря, о нем упоминали, на мой взгляд, от самой талантливой способности сыновей Карла Великого. Если помните, в первом сезоне был выпуск по Каролинскому возрождению, там цитировался диалог Алквина с мальчиком Пипином. Это вот, собственно, когда Пипин обучался у Алквина в дворцовой школе. Но мальчик вырос, стал юношей, молодым человеком, получил корону Италии и довольно успешно действовал против фонгомбардов. Беневента покорил Истрию, вырастранил аварский канон. Византийские земли на Адриатике после падения Раванского Экзархата были, по сути, небольшими фрагментами прибрежной территории вокруг городов. Но, в первую очередь, вокруг Венеции. Ну, там были и другие города на Адриатике. И управляли ими Дуки. Ну, то есть, Дука, это прям вот титул. Ну, аналог, это герцог. Это, конечно же, от Дукс. Вот, в Венеции это трансформировалось в Дож. Но все вот эти местные герцоги мало зависели от Константинополя. И они, тем более, были враждебно настроены к иконоборцам времена Саврийской династии. Потому что там все-таки в Италии было иконопочтание. В 1805 году дождь Венеции. Представители Далмации принесли вассальную писягу Карлу Великому. Это вызвало недовольство. В Константинополе в 1806 году Никифор I отправляет флот в Адриатику. Флот в Византии силен, привел в Венецию к покорности, прибежные города тоже. То есть, вроде бы, как там все восстановилось. С Пипином итальйским было заключено перемирие. Когда флот удалился, то Пипин снова восстановил контроль на Венеции. Начал поход в Галмацию. Это вот в 1809 год. Никифор отправляет к нему послов. Но летом 1810 года Пипин умирает. Посольство едет дальше. В Ахенг, его отцу, к императору Карлу Великому. Там в 1811 году была достигнута договоренность о том, что Византия признает за Карлом Великим титул базилевца, то есть императора. Взамен тот вернет в Венецию, Истрию и Талмацию. Мир на этих условиях будет заключен в 1812 году, уже после гибели Никифора Первого. Фатальной для этого императора стала другая война с болгарами. В 1803 году к власти у них пришел великий их правитель, хан Крум. Он воспользовался поражением, которое Аваром нанесли Франки. Вот тот же король Италии Пипин. Он нанес сильное поражение Аварскому кабинету. Крум этим воспользовался, захватив обширные земли, на которых ранее обитали Авары, то есть это территории современных Румынии и Венгрии. И болгарское ханство увеличилось более чем вдвое. Также Крум сделал много для создания государственного управления. По сути, это реально первая попытка создать болгарскую государственность. Он также расширял пределы своих земель на юго-запад и тем самым вшел в конфликт с Византией. В частности, в 1809 году он захватил город Сердика, который сейчас называется София. Вернее, болгары его называют Софья. И это их столица нынешняя. А тогда это был Византийский город, и он лежал все-таки за пределами болгарских земель. Никифор Первый, несмотря на всю свою невоинственность, не мог оставаться в стороне. В 1811 году он пошел против Крума большой войной. И сначала имел успех. Византийцы прошли проходы через горы, углубились в болгарскую территорию. После чего болгары проходы заняли, то есть зашли в тыру византийцам, перекрыли их линии снабжения, отрезали их армию. И 26 июля 1811 года уже окруженная византийская армия была разгромлена. При этом погиб и сам император Никифор Первый и множество высшей знати. Сын и наследник Никифора Ставракий был на их сражении, но уцелел. Хотя был тяжело ранен. Сумел бежать в Атрианополе или в Аркадиополе. Ну, неважно, его провозгласили императором. Он не очень хотел, потому что он очень был тяжело ранен. Состояние было тяжелым. Даже он не мог сесть на коня. И поэтому вот часть, знаете, сомневалась. Делать его императором не делать, тем более, что он не очень хочет. И непонятно, выживет ли он. Но его сестра Прокопия сначала убедила его принять власть, а потом стала убеждать сделать соправителем ее мужа Михаила. Но Ставракий уже не очень тогда захотел делиться властью. Он даже в конце концов приказал ослепить Михаила. Но было уже поздно, потому что на стороне Михаила было много знатий. Приказ императора не был выполнен. А самого императора заставили отречься от престола и удалиться в монастырь. Впрочем, он вскоре там и умер. Возможно, от гангрены вследствие ранения. Хотя есть вероятность, что сестра его отравила, когда ее муж пришел к власти. Вот этот муж Михаил I Рангаве или Рангави унаследовал все дела, которые начал Никифов I. В частности, как раз вот этот договор с Карлом Великим в 1812 году был заключен уже в его правлении на тех условиях, о которых мы говорили больше. То есть за Карлом признали титул императором. Хотя там хитро сделали, что типа он император, базилевс, но не римский император. Римский император в Византии. Ну, неважно. Византия получила свои земли обратно. Венецию, Далмацию, Истрию. А главная проблема Михаила, это та же война с болгарами. Хан Крум после разгрома армии Никифора продолжал захват византийских земель. В 1812 году он осадил и взял главный город на берегу Черного моря, на европейском берегу Черного моря. Это Мессимврия. Далее Крум предложил Михаилу мир. Но на выгодных болгарах условиях император отказался. Начал собирать новое войско для продолжения войны. В фермах Армения, Каппадокия возникло сильное уже недовольство этим. Тем не менее, новую армию в 1813 году набрали. И Михаил I выступил в поход. А Хан Крум пошел ему навстречу. 22 июня 1813 года в Лусь-Адрианополе состоялась битва, в которой византийское войско было полностью разгромлено. А в июле того же года один из главных военачальников в Византии. Стратег Фемы Анатолий Клеп объявил себя императором Львом V. Михаил I особо не сопротивлялся, потому что после позорного бегства из-под Адрианополя он, в общем-то, и сам хотел сложить в себя власть. В результате его не убили и даже не покалечили. Его просто сделали монахом. Его сыновей, правда, оскопили и тоже сделали монахами. Но вот один из них, Никита, впоследствии станет патриархом Игнатием, о котором мы еще будем говорить. Значит, Лев V вошел в историю под прозвищем Армянин. Видимо, таковым было его происхождение. Хан Крум после победы над Михаилом пошел уже было на Константинополь, рассадил город, но Лев V вызвал его на переговоры и собирался гороломно убить. Но Крум почувствовал там понвок, почувствовал засаду, как бы бежал. Но взять город ему в итоге не удалось, и болгары удалились обратно к себе. На весну следующего года Крум замыслил новый поход, чтобы отомстить за вот ту попытку убийства гороломного, которое Лев V принял. Но Крум не успел. В ходе подготовки к походу он умер, хотя готовился очень серьезно. Там осадные машины болгары готовили. Но Мханом стал его сын Амур-Таг. Тоже он был выдающимся правителем, но у Льва V с ним сложились отношения получше, чем с его отцом. И вот в 815 году был заключен 30-летний мир. По своим убеждениям Лев V был иконоборцем, хотя его правление, так же как и правление его предшественника, считается периодом иконоборческим. Но все-таки Никифор и Михаил проводили довольно мягкую церковную политику. А Лев V был более жестким человеком. С весны 1814 года он начал готовить собор, который бы отменил решение 7-го Вселенского собора, о котором мы говорили в прошлый раз, и вернул положение к тому, что было при Константине V. Константине Капронине. Кстати говоря, наверно-таки я ошибся. Это Константин V, а, собственно, Ирина ослепила Константина VI. Но неважно. Речь тут идет о возврате к системе иконоборческого собора 754 года. В нумерации императоров я мог ошибиться, прошу прощения. Главным проводником идеи Льва V был видный ученый Иритор Иоанн Грамматик, будущий патриарх. Противниками был тогдашний патриарх Никифор и влиятельный регумен студийского монастыря Феодор Студит. В результате Лев V приказал заточить патриарха и сослать Феодора. А в 815 году собор состоялся. Все там благополучно для императора произошло. Отменили постановление 7-го Вселенского собора. Восстановили иконоборческую систему по собору 754 года. Многих тех, кто не поддержал иконоборчество, отправили в ссылку. 25 декабря 820 года Лев V был убит во время рождественской службы в соборе Святой Софии. Новым императором стал Михаил II Трабл. Соратник Лев V по Малой Азии. Потом он стал интриговать против своего бывшего соратника, который пришел к власти. Сам хотел вроде бы как бы сесть на престол. Лев V приказал заточить этого Михаила. И вот тогда-то сторонники Михаила организовали убийство императора. И в результате Михаил пришел к власти. Михаил II смягчил церковную политику, вернул ссылки от тех людей, которые были сосланы его предшественникам. И как бы перестал преследовать так, как Лев V преследовал за иконопочтанием. Но иконопочтание он не вернул. Он выразил свою позицию такими словами. Стирую. Кто раньше нас занимался исследованием церковных догматов, те и дадут перед Богом ответ. Хорошо или худо они узаконили. Мы же в каком положении нашли церковь, в том и заблагорассудили оставить ее. То есть все как было. Ничего не менять, просто ослабить репрессию. Большой проблемой для Михаила II стало восстание Фомы. Это некий Турмарх в одной из фем Малой Азии. Еще в правлении Лева V он там начал бунтовать. Он объявил себя императором, тем самым Константином, которого ослепила Ирина. Ну если я как бы путаница, она уже возникла. По-моему Константин VI. И якобы этот Константин избежал ослепления, смог там и гибели, смог укрыться. И вот это он и есть. То есть типа ситуация с Лже-Димитрием в российской истории. Многие простые люди начали поддерживать этого самозванца. Они были недоволены иконоборческой политикой Льва V высокими налогами. Пользуясь неразберихой после убийства этого императора, Фома садил Константинополь. И Михаил II принял правление в сложной ситуации. Его поддерживали только две фемы. Это Апсики и Армениак. Ему пришлось выдержать осаду. Но затем из этих фем подошли подкрепления. И Михаил организовал вылазку. И весной 822 года снял осаду. И затем перевес начал уже клониться на сторону нового императора. Он теснил верные Фоме войска. Оттеснил их в европейскую часть, во Фракию, Каркадиополю. И в 823 году взял самозванца в плен. После этого его жестоко казнили. Ему там отрубили руки, ноги. Его в таком положении возили по ипподрому. А потом посадили нахуй. Михаил II был общий жестокий человек. В правление его Византия понесло ощутимые территориальные утраты. Арабы захватили Сицилию и Крит. На Сицилии во время восстания в Хомы, пользуясь слабостью центральной власти, местный турмарх объявил себя императором. Там его звали Ефимий. А на Сицилии стратега в то время не было. Поэтому турмарх этим и воспользовался. Когда новый стратег из Константинополя прибыл, то этот Ефимий разбил нового стратега и убил его. Но все-таки в империи там были и верные силы. Там, наверное, был еще один турмарх, как минимум. И вот Ефимия все-таки тоже разбили. Он бежал в Африку и подговорил арабов помочь ему вернуть Сицилию. В результате арабы оказали помощь. В 827 году высадились на острове. Но не для того, чтобы Ефимия привезти к власти, а для того, чтобы самим захватить Сицилию и обратить ее в ислам. В 827 и 830 годы это вот такое противоборство на Сицилии. К 830 году арабы осаждают Палермо. Это самый большой город острова. Берут его в 831 году. Но все-таки они не полностью контролируют Сицилию. Во власти Византии осталась полоска прибрежная на восточном берегу. Это города Мессина, Тармина, Сиракузы. Что касается Крита, то его захватили прибывшие из Египта в 825 году арабы. Там такая ситуация возникла. К тому времени в Египет перебрались арабы из Испании. Дело в том, что в Халифате возникла смута. Мы об этом говорили, когда речь шла об истории Испании в прошлом году, в четвертом сезоне. И вот когда как раз аббасиды пришли к власти в Халифате, амиядов перерезали. Кроме одного, который бежал в Испанию и создал там собственный Эмират. И некоторые арабы были вынуждены из Испании тогда вот бежать. И в Халифате тоже все было при первых аббасидах неспокойно. Там халиф Аль-Бамун подавил смуту. Но вот эти испанские бунтовщики, которые там закрепились, было в Александрии, были вынуждены искать себе новое убежище. И вот они-то и высадились на Крите. И захватили остров. Византийцы пытались его отбить дважды в 826 году и затем в 827 году. Но безуспешно. Речь идет об острове Крит, я не помню. Который, собственно, арабы и отбили в Византии. Михаил II умер в 829 году. И к власти пришел его сын Феофил. Это редкий случай, когда на трон империи восходит, причем в порядке именно наследования престола. Человек умный, образованный, благородный, честный. Вообще такое редкое сочетание для византийского императора. Его отец, человек жестокий, малограмотный. Тем не менее, постарался сыну дать прекрасное образование. Учителя он назначил ему уже упоминавшегося Иоанна грамматика. Это наиболее выдающийся ученый того времени. К тому же сам Феофил был очень способным. Он любил поэзию. Он оказывал покровительство искусству и науке. И от времени его царствования сохранились выдающиеся памятники архитектуры. Дворец Лаврия, Триконх, Сигма, Мистическая Фиала. В его управление была построена знаменитая крепость Саркел, или Белая Вежа, на Дону. Для хазар ее строили. Впоследствии Святослав киевский князь возьмет, когда он раскранит хазарский Криконат, эту крепость. При этом надо сказать, что Феофил не был таким легкомысленным или слабохарактерным человеком, как и будет его сын. Он жестоко преследовал несправедливость и окотно воевал с внешними врагами, в первую очередь с арабами. Но войны эти шли с переменным успехом. В 830 году Феофил одержал победу, затем последовала череда вражений. Арабы захватили ферму Каппадокия. В 837 году император собрал большое войско, чуть ли не до 100 тысяч человек. Хотя это, наверное, преувеличение. Тем не менее, он вроде как пошел в успешный поход на северо-запад Халифата. Но в 838 году Халиф Мутасим лично возглавил ответный поход. И в битве на равнине Дазимон в июле 838 года арабы разгромили византийскую армию. После чего взяли такие важные города, как Анкира, нынешняя Анкара и Аморий. Аморий и Анкира это были столицы двух фе. То есть, как вы понимаете, это была очень большая потеря для Византии. Феофил тяжело ее переживал и даже заболел от горя. Но, может, и не от горя, потому что болезнь все-таки оказалась серьезной. И эта болезнь ведет этого достойного человека в могилу еще совсем в не старом возрасте. По нынешним меркам и вообще молодым человекам он достаточно умер. Он еще пытался бороться. Вот из-за годы болезни он пытался найти союзников на Западе. Отправлял посольство поедуе к благочестивому, к дожу Венеции. Даже к кордовскому эмиру Абдарахману из как раз вот Амиядов. Только венецианцы оказали реальную помощь. Они направили флот против арабов в Сицилии. Но арабы этот флот разбили. Попытки Феофана заключить мир с арабами оказались тщетными. Так как Халиб Мутасим потребовал слишком тяжелые условия. Здоровье императора все ухудшалось. И в 842 году он умер. Ему было около 30 лет. Как я говорю, еще совсем молодым человеком, к сожалению, он умер. Мог бы совершить довольно много, наверное, весьма хороших дел. После смерти Феофила престол перешел к ему малолетнему сыну Михаилу Третьему. А мальчику было всего лишь 2 года. Регентами стали его мать императрица Феодора. Старшая сестра Фекла. Ну то есть дочь Феофила и Феодора. Далее. Логофет Феоктист и протомагистр Мануил. Это дядя императрицы. Вообще-то главой Регенского совета был Феоктист. Но он не отличался большими способностями. И был, в общем-то, исполнителем воли Феодора. Или Феодора. Так, ударение ставит. Мануил был военным. И, в общем-то, не лез в дела гражданского управления. Он, в общем-то, как-то отстранился от этого. И поэтому вся власть сосредоточилась в руках императрицы Феодоры. Которая симпатизировала иконопочитателям. Феофил терпимо к этому относился. Но, все-таки, умирая, он потребовал от жены и от этих Регентов поклясться, что те не будут покушаться на иконоборческую политику. И не будут как-то притеснять патриарха Иоанна Граматика. Вот это учитель Феофила, который к тому времени уже стал патриархом. И он был убежденным иконоборцем. Но уже в 843 году Феодора отправила к Иоанну своего брата Варду. Чтобы заставить патриарха уйти с должности. И, видимо, там не очень мирный был разговор. Потому что, судя по всему, Варда нанес патриарху раны. И патриарх стал возмущаться. Я демонстрирую, что ему ударили в живот. Порезали его как-то. А Варда представил дело так, что патриарх сам себе эти раны нанес. А по каноническому праву покушение на самоубийство это основание для извержения из сана. И таким образом этого патриарха, которого, судя по всему, он же и порезал. Представили как самоубийцу потенциального. И лишили сана. И сослали. В общем, такой очень некрасивый был поступок. И после этого, ну, патриархом избрали сторонника иконопочитания Мефодия. Провели тут же собор. Вернули постановление 7-го Вселенского собора. И таким образом в Византии было восстановлено иконопочитание. На этот раз уже окончательно. Иконопорцы были преданы анафеме. Начались гнения также и на пабликиан. Мы уже говорили об этом движении. Это движение распространилось в Малой Азии, ближе туда к сирийской границе. И как раз они, ну, как бы, как бы, сейчас мы сказали, это были протестанты того времени. Они ратовали за восхищение таким апостольским нормам церковной жизни. Отрицали пышное богослужение и так далее. И вот этих пабликиан было немало на Востоке. И они, в общем-то, были не то чтобы союзниками иконопорцев, но считалось, что, как бы, именно они привели к тому, что иконопорцы, иконопорческое движение возникло. Так вот, этих пабликиан очень сильно преследовали. Многие из них бежали даже к арабам из Византии. И окончательно с пабликианами расправились к X веку. Их переселили из Малой Азии во Фракию. И оттуда они распространили свои учения в Болгарию, где их вот такими духовными преемниками стали богомилы. Ну, а уже от богомилов прямая дорожка к катарам и альбегойцам. Ну, это совсем уже другая история, другая эпоха и другая география. Что касается управления Византии, то Феодора проявила себя неплохо, на самом деле. Больших военных успехов ждать не приходилось, и винить ее в этом не следует. А вот в том, в чем она разбиралась, там финансовая сфера, там все было в полном порядке, казна была полна. Но она, правда, воспитанием сына не занималась. Ей, как бы, было выгодно, чтобы сын не мешал ей заниматься государственным управлением и там визвился. Ну, пока он был маленьким, еще куда не шло, но он-то вырос и стал таким вот юношей уже беспутным. И, возможно, Феодора стремилась к тому, чтобы сын вырос таким бездарем и лентяем, чтобы он не мешал ей править. Михаил Третий был избалованным ребенком, любил пиры, охоту, пьянствовал, транжирил деньги и развратничал. Когда он достиг совершеннолетия, то стал тяготиться опекой матери, плюс его дядя Патрики Варда настраивал его против головы Рейкинского совета феоктиста. И в итоге в 856 году Варда помог племяннику избавиться от опекунов. Феоктист был убит, а Феодору отправили в монастырь. И Михаил Третий смог править единолично, но, опять же, править он был не способен, он хотел там развлекаться и пировать, а Варда стал править. Но, на самом деле, Варда к этому и стремился. Михаил возвел Варду в ранг Кесаря, то есть второго человека в государстве последующие 10 лет. Варда правил империей. Но, правда, справедливости ради надо сказать, что все-таки Михаил Третий не совсем хотел отстраниться от всех, прям так дел. Войну он вроде бы любил и сам стремился водить армию в походы. Не очень успешно. Это, прямо, скажем, было, например, в 860 году войско под водительством императора было разбито, а сам Михаил чудом избежал плена. А вот Кесарь Варда оказался человеком, на самом деле, довольно способным. Он плохо кончил, но правил он хорошо. Он провел ряд популярных реформ в сфере правосудия, церковной политики, школьного образования. И десятилетие его правления между 856 и 866 годами было периодом спокойствия и процветания Византийской империи. По всей видимости, многие люди связывали это благополучие именно с Кесарем Вардой, а не с императором Михаилом. И вот Варда вел все к тому, чтобы сам стать правителем империи. Он расставлял своих людей на ключевые посты и в армии, и в правительстве. И это вызвало ревность императора Михаила Третьего. К тому же у него появился новый фаворит Василий из Македонии, о котором мы будем говорить в следующем выпуске более подробно. Тогда он был там конюхом, затем стал постельничем. Но такой вот фаворит, новый фаворит. И в 866 году, когда он крепился в роли фаворита, то он начал интриговать против Варды, настраивать Михаила против дяди. И в итоге Варду убили, и Василий занял его место у руля империи. В мае 867 года Михаил Третий сделал Василия соправителем, то есть императором. И это была, конечно, его такая критическая ошибка, потому что уже 23 сентября того же 867 года Василий со своими помощниками ворвался в спальню императора Михаила Третьего и убил его. И стал новым императором, уже единоличным. Ну, об этом мы будем говорить в следующий раз. На этом данный выпуск заканчивается. Благодарю Вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, Валхохлов, становитесь мемберами. Также присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Patreon.com.kse.v-a-l-k-h-l-o-v. Оставайтесь на моем канале на YouTube. В следующий раз будем продолжать вот эту историю, о которой говорили. И вот Василий из Македонии будет нашим главным героем. Так что до новых встреч. До свидания.